Когда мы пришли к адвокату, и он сказал, что я должен заплатить для того, чтобы начать операцию приобретения компании Кизма Трехард Кампани 7 тысяч долларов в виде первоначального задатка, я понял, что опять эта операция может не состояться, так как у меня на руках было 6 тысяч долларов. А в этот момент она медленно сказала, ну вы ведь уже внесли тысячу долларов, она уже в банке, так что давайте подписываем бумаги. Мне написали бумаги, пришли в магазин, она мне говорит, вот вам ключи от магазина. Ну я, конечно, старинные ключи такие, красивые, но ключи взял, к сердцу приложил. А это было, по-моему, в пятницу, в пятницу, точно в пятницу. Ну приехал домой, маме похвалилась, говорит, смотри, у нас теперь есть предприятие, не зря мы с тобой в Америку приехали. Она говорит, какой? Ну вот, я все рассказал. Вот эти ключи, ну, утром, в субботу, просыпаюсь, обновленно, господи, наконец-то я сделал шаг вперед в отношении тех идей, из-за которых я ехал сюда. И меня так и подмывало, я могу не идти на работу, но ключи в кармане, я плюнул на все, думаю, поеду, что-нибудь, чего-нибудь сделаю, там полно, руки мужские приложить там. Приезжаю, открываю, поднимаю решетку, витрина, проходила за главугол, вот открывается дверь, входит парень с девушкой, русские, русскоязычные. Здравствуйте, здравствуйте, а у вас нету записи Аркадия Северного? Ну, как говорил покойный Жванецкий, у нас было, у меня были записи Аркадия Северного. Я говорю, да, у меня есть несколько кассет. Да, и они так были неплохо оформлены, ручную, конечно. Вот такая была моя первая сделка. Я, может быть, продешевил, а может, наоборот, они немножко покрепились от цены, но, тем не менее, приобрели. Вот с этого момента начался заработок. Ну, дальше как было, значит, дальше Анна Дмитриевна сказала мне, ну, в общем, я вам не нужна, я на пенсии давным-давно, я буду дома. Вот, если у вас будут какие-то вопросы, телефон, звоните, приходите. Жила, но не так далеко оттуда. Ну, вот, я начал что-то делать. Ну, что я мог делать? Мне надо было каким-то способом достать хотя бы аппаратуру. Там был один аппарат, он и сейчас тут стоит, я его не бросил. Ну, такой старинный аппарат, на котором можно было играть пластинки. Но на нем погода было не сделать, нельзя было ничего записать и все такое прочее. Я решил, значит, пытаться найти какую-то аппаратуру или деньги, на которые я мог ее пообрести. Там недалеко от нас была русская фирма, торгующая аппаратурой на 5-й Аминю. А я, 5-й и 23-й стрит, а я находился на 14-й улице. Ну, вот, я как-то туда заехал до работы. Там был, сидел грузин один русскоговорящий по имени Тимур. И русский мужик, который Кислин, фамилия Кислин. Я говорю, вот, ребят, такое дело, я тут недалеко от вас. Приобрел старую русскую фирму Кисмет. Они, говорят, они знали этот магазин, знали, говорят, о, здорово. А в чем, что можем для вас сделать? Я говорю, можете много делать, у меня нет денег приобрести аппаратуру. Да, ну, я говорю, ну, вы, может быть, читали мои статьи. А, какие статьи? Я говорю, вот, сегодня буквально была статья под фамилией Руим Рублев, это я там. Навешал им разные информации. Им было лестно. Вот такой человек пришел. Ну, а что вам надо, покажите. Он мне дал сотрудника, мы стали ходить по углам. Я говорю, вот это, 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 это. На целую телегу набрал. А запись это на что, пластинок или чего запись это, на какой носитель вы, ты начинал? Мне надо было какой-то рекордер, чтобы на нем записывать кассеты. Уже на кассеты, то есть ты там уже перешел на кассеты. Ну, а куда было деваться? Ну, понятно, да, я понял, да. Я только мог записывать кассеты. Кассеты, да. Вот к этому я и стремился. Ясно, понятно. Набрал целую гору. Я говорю, ну, у меня машины нет, как же. Они говорят, ну, мы тебя отвезем. Взяли, погрузили все. А рекордеры профессиональные? Отдашь, когда будут деньги. Профессиональные рекордеры для запись кассеты? Есть, по передбатьки у ПЭКла. Знаешь, украинцы? Знаю. Я все это расскажу. А, ну, хорошо, да-да. Отдашь, когда будут деньги. Ты можешь себе представить для Америки такое дело? Я говорю, ну, просто невероятные дела. Ну, вот я стал на этой аппаратуре записывать. У меня были оригиналы вот эти, которые я рассказывал. Аркадий Северного, Владимира Семеновича Высоцкого, еще какие-то были люди. Я взял чистые, они мне дали еще и блоки чистых кассет попутно. Я уже вижу, что пошла такая пруха. Я уже начал набирать наглость, надо было проявить. Пока идет. Да, ну и набрал. Ну, в общем, особенно они очень состоятельные ребята. Кислин стал потом офим миллионером, русским миллионером один из первых. Вот. Мы с ним подружили. Второй, Тимур, стал домовладельцем многих домов. Понимаешь, им это было как бы стило им, что они вообще принимают участие. Это тоже патриотизм. Им, понимаешь, нравилось, что я пишу. Да. Вот если бы они к этому относились равнодушно. Ну, что написал, написал большинство статей в газете. Ну, да, есть чего-то интересного. Я как-то умел тронуть читателя, понимаешь. И вот это работало. Мне это многие годы помогало. Что я, когда, если ты когда-нибудь почитаешь мои статьи, то я их пишу, и стихи также пишу. Я пишу в манере о Генри. Где в последних строках заключен самый изюм, понимаешь. То есть, как бы, если бы не было этих последних строк, ну, это было бы интересно, но это не трогало бы. Понимаешь. У меня вот я и сейчас до сих пор пишу что-нибудь. У меня обязательно изюм. Ради чего я это написал. Или какой-то идет афоризм. Или какая-то пословица. Или еще что-то. Вот эта манера меня, так сказать, увлекала. Помогала мне. Ну, и тут вот они тоже заинтересовались моей личностью. Я потом много раз туда ходил. И еще что-то набирал. Ну, я потихоньку рассчитывался, конечно. Когда были удачные моменты там. Там небывалые миллионеры приходили американские. И оставляли много. Ну, это все потом. А тут мне надо было выдержать этот месяц. Единственный месяц. Мне надо было заплатить. Рент. Рент, ты знаешь, за месяц плата за помещение. За электричество, за телефон. Торговли практически не было. Поэтому при всех этих удачных моментах я должен был прогореть. Это потом, как мне надо, что-то понимать. Ну, вот еще такой случай произошел, значит. У Усоцкого есть песня такая, которая говорит, «А рядом случаи летали, словно пули». Да нет, вот тут эти случаи, на самом деле, действительно, вся жизнь состоит из случаев. И если, можно сказать, Господу угодно, Он тебя подбросит этот случай. И у меня потом много раз было. Так его нельзя пропустить. Можно пропустить мимо ушей. Можно отнестись равнодушно. А можно задуматься, что произошло. Приезжает из Канады какой-то покупатель на русской теме. Поговорили, что-то ему продал. Он говорит, «А Усоцкого пластинки есть у вас?» А в то время у Усоцкого были только маленькие три пластиночки выпущены. Не было еще долгоиграющих пластинок. Высоцкий еще был жив. Высоцкий только в 80-м году. Это все происходит в 79-м. Он мне говорит, «А вы знаете, к нам приезжал в Торонто Высоцкий, и был замечательный домашний концерт». Меня сразу окатило, окатило кого-то, ну я с тобой, мокрая рубашка буквально. Вот он, случай. Я говорю, ну и что, вы записали? «Да, у нас полчасная запись, мы сделали великолепную запись. Я говорю, как же это, послушать бы или как?» А он говорит, «Приезжайте в Торонто». Он записал, друг мой, на фирменный магнитофон, направленный кассетник. И получилось так, что вот Высоцкий у нас в гостях. Ну и действительно было так. Записалось лучше, чем фирменные записи. Это просто случай такой был. Могло не записаться. У них было два варианта. Там два раза было концерта, два концерта давал. Так один записался исключительно, а второй – глухота, ничего не слышно. Бывает, да. Понимаешь? Да. Я приехал, закрыл магазин. Тем более у меня дочка моя славная. Заодно дочка твоя. Закрыл магазин, поехал в Торонто. И был у меня еще такой друг там, он уже умер, к сожалению, Мишанин, к которому я приехал и рассказал про эту всю историю. Он говорит, ну чего, давай, я позвоню ему. Он всех и знал. Он, кстати говоря, полковник канадской разведки. Он всю войну, он уже был на пенсии, конечно. Ну, замечательно. Человек, я позже написал статью о нем под названием «Человек, который открыл Высоцкого». Действительно, для Запада он открыл Высоцкого. До него нем не было, не знаю. А он, так сказать, о нем много рассказывал и прочее. Ну, он позвонил этим ребятам и сделал так, что прямо к нему эту кассету принесли. Принесли две кассеты. Вот одна глухота, а вторая, ну, просто, исключительная. Вот так родился концерт Торонто. Первый вот этот концерт. Который, в общем, до сих пор считается самой лучшей записью Высоцкого. До сих пор. Я, конечно, взял эту кассету, побыл с дочкой, там, брум, уехал назад в Нью-Йорк. Ну, значит, ну, на кассете есть такая запись. Ну, что, Даш, что делать, Даш? В принципе-то не... Не было этого бы сейхала. Я вот про сейхала, рассказывал, может, Мандарин и записали. Не было вот этого бы сейхала. Разумная деловая идея. Ничего бы не было вообще. И тут я вспомнил, что табличка такая висела там в кисмете. К сожалению, я ее утратил. Что кисмет, я говорю, Кампания является деловым производителем RCA Victor. Вот где? Где этот? Убрали мы его. Это все и Виктор. Давай ее сюда. Вон она лежит. Вытащи, вытащи. Во-во-во. Вытащи ее сюда. Стол вытащить. Ничего просто так не бывает. Я так понял, скажу. Да, вот сюда. Давай, тащи ее сюда. Что, что? Я не понял. Не можешь. Ну, потом с ними шей, ладно. А что, что? Что нужно? А там как раз вот эта вот все история. Это, 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 они мне подарили. Ну, ладно, я расскажу потом. Давай, давай. Короче говоря, деловой представитель RCA Victor, вот эта велика, великая фирма, руководили русской темой. Мы всегда руководили русской темой. То есть, короче говоря, там такая деревянная такая. Я, значит, нашел, у меня, как стукнуло, нашел, где-то она у меня там валяла среди пластины. Я достаю, я достаю, и там написано, что мы являемся отделом RCA Victor. И телефон. Я снимаю трубку, звоню. Я говорю, я говорю, RCA Victor, да, мы звоним из Кисмета. А они говорят, вы что, еще существует? Ну, по-английски. Ну, да, понятно. Вы что еще? Я говорю, да, вот приобрел. Я как раз приобрел компанию. Я говорю, ну, заходите, поговорим. Я взял там, это была на 34-й, там же, в Манхэттене. Поехал туда к ним. Я говорю, ребята, вот есть у меня запись Высоцкого. Кто это такой? Я говорю, ну, вот у нас самый лучший. Наш самый лучший Барт. Как мы? Мы нам не на чем такую госетку поверить. У нас, смотрите, аппаратура вот такие, катушки огромные. А там находился вот русский человек, в этом разговоре участвовал, который говорит, ну, я там недалеко живу отсюда. Я сейчас сбегаю домой и принесу маленький бугдафончик. Тебе это и нужно, да? Он побежал домой, принес. Мы поставили эту запись. Действительно, запись хорошая. Ну, запись... Если ты послушаешь вот сейчас, есть, продается концерт Торонто, но ты даже, вот тот, который мой, она до сих пор на... Оригинал. Оригинал, да. Ты поймешь, несмотря на потери, насколько она была удивительно здорово записана. Действительно, был эффект присутствия. Я его потом назвал балладир-эффект. Там, правда, неправильно было расположены колонки, там все там... Но я как бы придумал, что это сидит балладир, исполняющий баллады, держит гитару в руках, а рядом стоит колонка, как будто вот так, как-то вот это оправдательное. Это было нарисовано. Там сериал было смещено немножко. Да, смещено, именно. Ну, короче говоря, послушали мы это. Я говорю, вот надо этого русского парня. Я говорю, надо бы выпустить пластинку с этого. Он говорит, ну, это же очень сложный процесс. Я-то о нем знал, от Руслана Глаздовского, насколько это все сложно сделать. Вот. Ну, слово за слово я его уговорил. Сделать мастер-тейп. То есть, короче говоря, рулон пленки с рекордами, которые вклеены между вещами. И рекорд, клеенный в начале, в конце кассеты, запись с этой кассеты. Ну, вот, в общем, дома там намудрил, намудрил. Короче, он переписал. Сделал этот мастер-тейп. Я прихожу туда. Он мне дает эту пленку. Поиграли. Фантастика. Ну, вот. А потом, конечно, денег у меня не было на выбор. Надо было заплатить за выпуск и такое прочее. Ну, поскольку все так вот... А тираж какой? А? А тираж какой? Ну, я сначала сделал тысячу штук, потом еще допречатывал. Ну, понятно. Ну, да. Еще допречатывал. Значит, они... Значит, ну уж какой-то, понимаешь, вот родственное такое отношение. Ну, мы-то как бы... Ну, свои, понятно. Свои, понятно. Я пришел бы с улицы, даже со мной никто бы не стал разговаривать. А тут какой-то смешной мужик из России наломанным английским... Да. Ну, я возьму, я понимаю, что там происходило. Я, конечно, имел определенное... Это тоже патриоты. Тоже патриоты. Имел определенное бояние. Ну, да. И воспользовался. И вот мне повезло с этим русским. Не было бы его русскому. Мы даже не могли бы услышать. Короче, он взял на себя обширство этим делом. Ну, вот приходит время, и мне звонят. Приезжайте, забирайте тираж. Тысяча экземпляров. Тысяча экземпляров. Так это же машина целая. Конверт. Больше машины. А мне не на чем было везти. На телеге вез. Такая телега, знаешь, ну... Да еще частями вез, наверное. Да, да. Я не на чем было везти. Там же не довезти. Это колоссальное количество, на самом деле. Тысяча экземпляров много вообще. Короче говоря, конверт мне сделал Зиновий Шершат. Очень тяжелый. Потом мы с ним сотрудничали. Художник очень хороший. Он, кстати, и попел замечательно. Он был членом моего русского клуба. Клуба русских бардов. Там у меня был. Клуб русских бардов. И вот он мне нарисовал замечательный конверт. Могу сказать, как я сделал конверты. А мне сделали без конверта. То есть как бы вот белых листов. Надо было еще конверт делать. Значит, конверт. Я пошел в туристическую фирму, где было, значит, можно было взять проспект. А наклеечки они уже сделали с наклеечками? Ну, вот наклейка там даже не такая была. Круглые, я имею в виду. Да, да. Наклейки они сделали. К сожалению, такие не... Не вот эти кисметовские наклейки. К сожалению, не такая была. Там не было вообще корзинки никакой. было написано. Висоцкий концерт. Это все мои неопытные. Я об этом просто забыл. Вот. Короче говоря, этот Зюня мне нарисовал конверт. Я приклеил там вот этот проспект, где был нарисован Ниагарский водопад и мне надо было портрет Высоцкого. Тоже его не было. Там, в Нью-Йорке, в то время был фотограф тоже по фамилии Высоцкий или Высоцкий. Они как бы вот дружили с Высоцким. Но это был другой Высоцкий. То есть Высоцкий, да, но однофамилец. И он его сфотографировал. Еще до того, задолго, где Высоцкий сидит с большим крестом. Вот так концерт Торонто. Ты его сфотографируешь потом. Хорошо. Вот. Он сидит с большим крестом. А он вообще крест не носил. Никакой. Ни маленький, ни большой. Вот. А я сделал его с большим крестом. Сфотографировал. Потом мне надо было дать знать моим друзьям, что я приобрел это все. Как это было знать? Там ни писем, ни звонить нельзя было. Я сделал такой, этот Зюня, Зюнови Шершер, нарисовал мне эмблему Нью-Йоркского клуба русских бардов и эту гармошку вот. И, значит, вот там можно будет увидеть потом. Значит, эта гармошка как бы оказалась в моих руках. Понимаешь? У меня было кольцо, где было написано РФ. Вот там видно было на этой эмблему, как я держу, как бы мои руки держат вот эту гармошку, понимаешь, кисметовскую. Ну вот, это я сделал на всякий случай. Ну вот, отпечатали мы в другом уже месте тысячу конвертов. Привезли их и обложил туда. Ну, дали рекламу в новом русском слове, что вот новая пластинка Владимира Семёновича Высоцкого. А до этого, ещё до меня, были изданы две пластинки в Чикаго. Высоцкого. Ну, каким-то диким способом. Без этикеток, без конвертов, без ничего. То есть, это была первая такая официальная пластинка Высоцкого. Ну, вот таким способом. И назначил сумасшедшую цену, я, кстати говоря, 12 долларов 50 центов. То есть, безумная цена. А сколько диски стоили в Америке тогда, примерно? Ну, обычная. Ну, 6 долларов. 6-6 долларов. 7 долларов. Ну, не, не, не. Ну, не дороже. 6 долларов. 6 долларов – это уже было стандартно. А тут такая безумная цена. Это я решил, что надо было платить. Ну, да. Водик, а можно вот я тебя на секундочку перебью? А так и скажи, кто к тебе приходил там вообще? Ну, из известных людей, из известных. Кто у тебя, кто тебя посещал там? Ну, я думаю, что из известных. Дело в том, что практически никого не было. Я ведь, чтобы приобрести кисмет, я пытался найти партнера. Но когда я им рассказывал, что моя цель выпускать пластинки, никто со мной не хотел дело иметь. все понимали, что на этом не заработал. Нет, я говорю, потом, когда ты уже, когда ты потом уже выпускал, Тем же ты же мне рассказывал, что многие к тебе приходили. Ну, это же другая тема совсем. Другая тема, да, да, да. Все, хорошо. Я не хочу даже... Все, да, да, хорошо. Не хочу даже... Да, 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 я понял. Я понял, да, хорошо. Ну, приходили. Боксим – это другая тема, на самом деле, да. Извини. Значит, короче говоря, вот благодаря вот этой затее пластинками Высоцкого я получил деньги, чтобы заплатить рен за первый месяц. Хотя бы рассчитаться, да? Да, да. Хотя бы рассчитаться. Потом, после этого, это все, конечно, шло по затухающей, но я находил силы, находил силы, чтобы выпускать другие пластинки Высоцкого. Всего я выпустил восемь пластинок Высоцкого. И все расходились. Ну, все, конечно, там все хуже и хуже и хуже. Пластинка Высоцкого, вот этого, концерт Торонто, это как бы взрыв такой был. По качеству хуже, да. Который дал мне импульс. Который дал мне импульс на определенное количество времени. Если бы не это... Я хочу тебе сказать, что я вот начал говорить, что я искал партнеров. Ну, вот как бы, чтобы вместе работать там. Ну, и никого. Как только узнавали, что моя цель выпускать пластинки, они хотели все торговать чем угодно. Но только не пластинками. Для них это было ничто. Это просто идея фикс, понимаешь. Поэтому... Поэтому было у меня даже, я не знаю, дай Бог, что он живой был, такой Саша Богатырь, значит, который приехал за два года до меня туда еще. Я тоже как бы искал этого партнера. и я к нему обращался. И я говорю, Саша, давай вместе. Мы друг друга знали еще до отъезда. Он знал семью моей супруги. Он говорит, ну, давай, давай, будем искать. Ну, убрали там... Утром выходили, брали там молоко, поесть, ходили по всем бизнесам. Искали место, где можно снять помещение. Никак не получалось. То есть, уже при условии наема помещения мы должны были бы работать только на помещение и никаких бы денег. Да вдвоем это вообще невозможно. Один из... Конечно, конечно. Короче говоря, дошло до того, что он мне говорит. Саша, ты знаешь, мне надоело вот это шляться, я говорю, ну, скажем, мы же с тобой как партнеры. Ну, какой-то партнер, у тебя денег нет. Вот это все. Тут как уплён у меня в глазах. Ну, вот на этом мы и расстались. То есть, как бы, перестали общаться, искать. И вот в это время как раз я попал в кисменты, пока мы не виделись. И приобрел вот это частичное право там находиться. и вот я как бы уже начал работать, какой-то доход стал появляться. И вдруг один раз он появляется в дверях, а я там в кисменте уже работаю. У него глаза налог вылезли у этого Саши благодаря «Как? Ты здесь?» Я говорю, «Да. Не может быть. Как же ты сумел?» Я говорю, «Ну, вот так вот сумел». И он, значит, влез ко мне ну, как бы, доверие. напомнил мне, что мы вроде как партнер были, там, искали. Он говорит, «Давай я с тобой буду работать». А я по простоте душевной. Пристроил. То есть, у меня нету вот этого хитрости нету. Он хитрый такой. Мужик настоящий, еврей, как и положено. Как и положено. Ну, как положено. Ну, как положено быть. Определенный заряд хитрости должен быть. Мы этим, слава Богу, выживаемся. Все время. Он мне говорит, «Ну, давай, я тебе помогла, я тебе тут два прилавка, ты мне один прилавок сдашь». И он мне устроил, представляешь, коммунальную квартиру. Ну, вот. Правда, я потом, значит, он, я вижу, что он нам вместе как-то, то есть, характер не тот. Ну, тут разные цели у вас. Цели разные. Да он еще с определенной хитрецой, там. Для него деньги главное. для него главная идея. Для меня главная идея. Для меня главная идея, да. Вот. И мне еще повезло, что рядом был магазин, там тоже держали пожилые, еврейская семья держала, так как она минуту помоложе. А этот Сашка приятно, прекрасно говорил по-еврейски. Наидыш. Я, к сожалению, меня отец учил наидыш говорить. Я там два-три слова помню, а так больше ничего. Буквально. И я вот за того, что не мог говорить по-еврейски, я не понимал, о чем они там говорят. Он за моей стленой сговорился с ними и приобрел к счастью. Тот магазин точно ушел от меня. А я остался один. К счастью, да. Ну, к счастью. Ну, да, получается, к счастью. Потом все равно это была коммунальная квартира. Мы были через площадку, но уже было легче. Вот такая история. Вот. Так что. Вот про это так было. Ну, вот должен вам сказать, что фирма с такой же тормозной. Кисмету мне удалось сохранить в несколько пластинах на 78 оборотах, которые были. Красивая этикетка, символ красивый на серебряном, золотом или на каком там фоне, гармонь с надписью, восточной надписью Кисмет. Это еще, это выпущенная до тебя еще. До меня. Это до тебя. Эти пластинки вот там были. Понятно. Ну, я понял. Я могу не торговать. Ну, да. Дело в том, что в то время они уже никому не нужны были. Надо было уже торговать долгоиграющим. Там были долгоиграющие выпущены. Ну, тоже такие. Ну, ты тоже Адук. Какой-то, я Адук взглянусь. Да, я Адук взглянусь. Да, я Адук взглянусь. Что такое? Могу сказать, эта история, откуда появилось слово Кисмет. Кисмет, это на языке фарсий, на персидском языке, означает непреложная судьба. То есть судьба написанная на роду. Вот человеку написана судьба на роду. Быть богатым, он богатый. Человеку написана судьба погибнуть там, не дай бог. Он погибал. А что такое? Ну, у меня... То есть это как калма, да? То есть как дискость. Да, у меня оказалась судьба Кисмет, музыкальная судьба. Ну, да. Спасибо. Ты понимаешь? Я смотрю, сам Корниенко там, да, он его записчик и их ансамбль, да. Она-то восточный человек, она была известная опера Бородина, по которой еще музыку взяли. Называлась она «Спутники в ночи». Вот. То есть на эту тему Бородин музыку написал, оперу. То есть сейчас название, оно восхищалось головой. Вот. И вот главная тема там была, вот называлась «Па-ра-ра, па-па-па-ба-ра-ра-ра-ра, па-па-ра-ра-ра-ра...» Это где половецкие пляски, что ли, да, блин? Где половецкие пляски? Вот. Вот это вот замечательно. Это, наверное, все-таки князь Игорь. Я плохо знаю, поэтому я могу ошибаться. Короче говоря, тема была связана с оперой Бородина. И потом был мюзикл «Гордина». То есть слово популярное в Америке. Она взяла вот это слово «кисмет». Ну, я вот влез в эту непреложную судьбу. До сих пор. И до сих пор. Я, конечно, не жалею. Все-таки Господь мне дал возможность много чего сделать. За эти 20 лет, когда я был в «кисмете», я считаю, что это был на галерах. То есть я был прикован к этому бизнесу. Я не мог никуда уехать. Не мог повидать Америку. Я не мог не выйти на работу. Потому что все было на пределе. Все было на пределе. Я должен был заработать деньги и убежать там, снести их в банк. Потому что уже были выписаны какие-то чеки. 20 лет я был привязан, прикован цепью на галерах. Ну, были моменты, когда казалось все. То есть ты до Трампа не дотягиваешь явно, да? Абсолютно. Не дотягиваешь ты не. Дело в том, что Трамп наследник миллионов, он получил наследство от своего отца. От отца уже получил, да? Большие деньги. И сам, слава богу, он не дурак оказался. Он был про Гарри, когда вообще об него ноги вытирали. Когда вообще он буквально разорился. До копейки. То есть сейчас он миллиардер. А тогда обнимали ноги Трампа, все, конья. А он встал на ноги снова. С нуля. Так что нельзя о нем так сказать. Ну, я полушутя это сказал. Ну, вот я хочу сказать, что у меня было определенное предназначение. Когда я ехал в Штаты, я шел по такому руслу, как будто меня вела какая-то рука. А потом, какие у меня были проблемы с мафией, русской мафией, с законами. Я ведь влез в это дело, не знал ни одного закона американского. Ну, просто не знал. Но мне повезло, что когда я там обивал пороги, кисмите, и меня еще не привыкали за прилавок, там сидел бухгалтер Борис Пальтилимонович Берест. Из второй волны прошел там Германию, там все такое прочее. И он так присматривался, ко мне так присматривался. Потом говорит, хотите, я вас возьму на работу? Ну, кахунь, на работу. У него было издательство. Он издавал газету. Литературное зарубежье. Ему надо было рекламу находить, русскую рекламу. Но с этим делом тяжело. Я смотрю, человек мне предлагает работу. Собирайте рекламу там для меня, для нашего вот этого русского зарубежья. Ну, вообще, я, конечно, взялся, как еще раз вляпался. Такое дело, тут невозможно получить рекламу. Ну, ты приходишь куда-то там, вот газета. Вот вы не хотите дать рекламу сюда? Ну, зачем ему давать сюда рекламу в какой-то малоизвестный листок русский, когда он может в американскую газету дать, там, на радио? Практически те же самые деньги. Ну, конечно, я ничего не мог сделать. Я чувствовал, что если я приду и откажусь, скажу, что Борис Пантеримонович, не получается ничего, то все, я теряю еще один шанс. И я подумал, что в конце концов, черт с ним, я заплачу свои деньги. Но я сохраню свое РНМ, и я какое-то время делал вид, что я достаю для него рекламу. И он меня зауважил. Я приходил, там, на небольшие, там, какие-то рекламки. Я брал бесплатно эту рекламу. То есть, они ничего не платили за это. Ну, значит, какие-то там прецеденты, там, может быть, не совсем было бесплатно. То есть, что-то у меня оставалось. Ну, короче говоря, какое-то время я... Существовал, в общем. Да, делал ему рекламу. Ну, и вот, в конце концов, мы с ним подружились. У него была супруга замечательная, Мария. Вот, тоже прошедшая лагеря, тоже из Германии. Они все прошли военно-пленники, они там встретились в Германии. И там замечательная история у него была. Я попутно расскажу тут уже. Дело в том, что, значит, с этой Марии она рассказала мне интересную историю, которую вообще тут... Дело в том, что перед самой войной, когда немцы только еще и шли, далеко даже были, то есть, недалеко уже в сторону Питера перли. По Питеру пронесся слух, что надо детей вывозить. Детей. Ну, мой брат, старший у меня на 10 лет, и я. Но мне там, скажем, 4 года. Ему 14. И еще старшая сестра. Сестра двоюродная, которая тоже была, по-моему, где-то 14 лет. И вот всех в приказном порядке буквально заставляли собирать детей и послали навстречу немцам. Но еще не ясно было в тот момент конкретно, что немцы займут это место, куда нас всех прислали. А нас поселили в каком-то лагере пионерском. Ну, какой-то там. А вот типа Балаговая, что-то такое вот, может, не Балаговая, но в этом плане. Ну, там немцы уже были. Нет, их еще не было. А еще не дошли. А еще не понятно было. Но они перли с такой скоростью, что вообще-то, конечно, была надежда их остановить, там, прочее. Но остановить-то их было невозможно. Нет, дошли до Тихлина. До Тихлина дошли. Вот где-то там. До Тихлина дошли. Значит, короче говоря, и вот я там заболел малярией, у меня выходила моя двоюродная сестра, царственная земля небесная. И вот, как гром среди ясного неба, по Питеру разнесло, что немцы должны прийти туда, где мы находимся все. Дети. По-моему, тысяч десять детей разного возраста. Тут родители обезумели. Это знаешь, когда было? Ну, ты с мамой там был, да? Нет, мама была в Ленинграде. А вас отдельно увозили? Послушай меня. Мама была в Ленинграде. Или родители обезумели, как вообще, как немцы подходят, а дети... Все, кто как мог, поехали забирать детей, там, нанимали водителей разных. Моя мать вот с теткой тоже моя, они налили телегу. И забрали нас, да за день. До прихода немцев. Представляешь? За день. Пришли немцы. Там много осталось детей. Не забрали. И вот эта Мария, супруга Бориса Павлия Лимоновича Береста, она тоже оказалась среди детей. Понимаешь? Вот эти. Она там, ее сестра, там, еще кто-то. И они попали к немцам. Попали на пересыльный понт. Да, немцы, значит, разделили этих детей, которые... Кого отправили в Бересту и организовали там пункт по переливанию крови раненым. С этих детей. С детей. А часть, которые были подстарше, отправили в Германию. Вот она попала в Германию, как вот перемещенные лица. Вот она рассказывала. Представляешь, я в Америке встречаю такого человека. Короче говоря, она рассказывала, что когда их везли, им не мыться давали, не есть не давали. Вагон битком был набит людьми. То есть товарный вагон. В какой-то момент их решили помыть немцы. Выгнали в баню. Там свет погас. Потом стали вытаскивать из бани непомытых там. Они потеряли там сестру свою. Им дали другую девчонку. Вместо этой сестры дали. Они воспитывали всю жизнь чужую девчонку. А их попало куда-то тоже. Ну, в общем, короче говоря, вот такой вот случай. Почему я стал рассказывать про это Борис Апальтина Ивановича? Потому что это была для меня стена. Я за ним заходился, как за каменной стеной. То есть мы стали такими друзьями, что он всё делал по документации. Я должен был завалиться первые дни. Надо было кучу всяких документов делать по бизнесу. Я этого ничего не знал и не умел. А он всю жизнь этим занимался. Он и дальше занимался. Там сидел. In context, так называемый. Сейчас и здесь тоже это делает. In context. Налоги оформляет за людей. Вот всю жизнь он, пока мы находились в кисметике, он делал всё, что мог, чтобы я мог платить эти налоги, оформлять бумаги правильно. Он говорил прекрасно по-английски. Он, в общем, представительный вид у него был. И я ему мог доверять. Как и он мне. И я ему. Вот такой подарок судьбы. Ещё подарок судьбы. Без него ничего бы не было. Ничего. Вот такая вот история. Я после этого умировал во всевышу. Судьбу. Да. Да. И даже придумал афоризм. Да. Если Господь захочет, то всё будет. Не захочет, ничего не будет. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok